ребятки всех снова приветствую в нашей кулинарной обители и как вы видите сегодня в кадре я не один а с олегом кто такой олег а это тот чувак который и отвечает за качество вот красоты этой это директора арьковского комбината молочного вот он может сказать привет это необычная цель и так что мы сегодня будем готовить традиционно мы будем готовить всякие штуки и сегодня у нас на очереди будут панкейки которые мы будем делать с соленой карамелью традиционно знакомлю вас с тем что сейчас лежит здесь на столе ингредиентов сегодня вообще минимальное количество я забыл муку поставить сейчас я она тут материализует сейчас у нас есть молоко звучание классично 2 с половиной вид сотка сливки яйца сливочное масло сахар олег ты вообще готовишь дома что-то или нет или только знаешь где кухня находится знаю где кухня находится это точно понимаете что панкейки это просто блатное слово оладьев вот мы сегодня просто их будем делать крупнее и чуть пышнее чем обычно во-первых звучание классичные разрыхлитель теста чтобы на все там пузырилась ванильный сахар у нару на пушность не повлияет но тем не менее будет вкусненько ты умеешь отсекать белки от желтков сейчас проверим давай я тебе один покажу увидишь тут два корыца будет одно будет где будешь взбивать белки а здесь мы будем делать так называемый замут замут он же замес на наше тесто берем яйцо разбил давай я один сделаю дальше ты будешь продолжать белки вот сюда желтки вот сюда если сюда попадают желтки все выкидываем все пропало делаем по новой опача все и желточек отправляем вот сюда держи как мина противопоходная это было плохо да ну давай посмотрим это фигня был это было плохо ножичек нужен нет это видишь значит пальцами ты должен вот просто залезет скорлупа туда залетела и мы ее достанем и теперь самый важный наверно момент 2 желтка 2 белка 2 желтка 2 белочка и теперь отдельно мы должны взбить белки до пышной пены конечно же если я один в кадре стоял я бы безусловно сделал это миксером за 30 секунд но ведь у нас есть компаньон который может это вручную маслать мы чуть-чуть добавим сюда соли потому что белки без соли ну хуже сбиваются и смотри ты должен взбивать чуть-чуть наклоняешь и делаешь вот это нехитрое телодвижение заметь у тебя работает только кисть если ты будешь маслать вот так вот ты задохнешься через 12 секунд стоишь и взбиваешь вверх пока у тебя не появится классная пышная густая пена помоли давай и феум момент слейте ему останавливаться надо да да потом пойду ты можешь менять руки все как жизнь тем временем пока у нас взбиваются здесь белки мы можем продолжать делать замут так называемый наш в желточке мы добавляем молоко то есть два желтка молока наверное возьмем 100 150 граммчиков у кого нет мерного стакана я думаю многие из вас могут налить три по 50 обязательно соль прям пренепременно если надо помочь я готов помочь это не похоже на пену сахар я думаю вот сейчас очень важно через весы все сделать 35 граммов вот так вот делаете 35 граммов хотите шучу никаких 35 граммов нет по вкусу добавляем хотите слаже менее сладким я бы делал менее сладкий потому что у нас будет сладкая соленая карамель сладкая соленая карамель да чтобы это не было чересчур таким приторно-вязко-сладкий мне кажется это похоже на пену нет к сожалению нет чуть-чуть растительного масла буквально пару столовых ложечек тебе нужно короче добиться такой консистенции чтобы когда ты перевернул миску пена осталась в миске тем временем мука можно потихонечку вмешивать ее сейчас покажу обязательно какая консистенция должна получиться здесь чем больше муки вы туда ввалите тем толще получится панкейк он никак блин растечется а будет вот такой вот толщины так маловато добавляем больше вот вот сейчас уже что-то похоже на 5 сейчас мы сделаем гуще чем нужно потому что здесь у нас белки что валят они разжижат нашу консистенцию и вот теперь когда вот здесь уже есть мука мы можем чуть-чуть его под разрыхлить обычно один пакетик разрыхлителя добавлять на полкило муки у нас тут далеко не пол мукило поэтому совсем чуть-чуть буквально пол чайной ложечки о иисусе пена посмотрит это да это она да теперь в зал можешь неделю не ходить а я и так не хожу пока могу передать привет антону смотри у нас есть две системы у нас есть элитные белочки ладно сделаем вид что они не вываливались нормально я могу даже пике есть можешь поднять показать пике вот они о пача видишь даже висят на это на венчике отлично теперь нужно ввести белки вот нашу эту субстанцию но перемешивать уже венчиком мы не имеем морального права мы должны вмешивать это или силиконовая где-то подготовил или деревянная лопатка чтобы пена не опала давай давай ты готовишь не я я тебе чуть-чуть помог тесто сделаете просто выкидываем и очень деликатно перемешиваем да понятно поскольку вы же там все те кто пишет комментарии топите за зож пп ваше тело храмы и всякую эту историю сковорода антипригарная и масло мы туда лить не будем но кто хочет из другого лагеря люди могут взять не антипригарную обычную скороду налить пудром растительного масла и сделать микроскопический фритюр тогда их раздует прям в разы ты в каком лагере и наф я в масляном подготовили тарелку куда мы будем выкидывать готовые панкейки так тут он уже начинает бродить как сусанин и так короче мы тут пока лясем трясем сковорода разогрета берем я не знаю попробуем опалоником если они огромные получатся нам придется с тобой ложечками это накладывать то есть очень деликатный опалончик не полный берем и мы такие прям посрединочки опача и даже не помогаем ему растечься позволяем это сделать самостоятельно наша задача теперь подождать пока здесь появятся такие большие или небольшие пузыри это будет скорее всего говорить о том что снизу он уже подрумянился и мы можем от переворачивать дома прикинь ты встаешь у тебя семья стоит в 930 возможно то есть ты должен стать всем чтобы за чашечкой кофе тут у тебя жарится блин тут у тебя кружка кофе тут ты листаешь новостную ленту и так ты типа готовишь завтрак не получится пока не получится это даже обязательных условий можем подсмотреть даже видишь еще такой живенький еще не не хочет с нами сотрудничать пока кстати и вот этот минус вот этой всей истории к сожалению это тесто не можем сделать заранее поставить в холодильник чилица тогда вся пена которая нас была в белоках она сядет и это будет уже просто блины звучание классичны поэтому приготовили вы жарили и все и все довольны все теперь можно попробовать перевернуть иисусе красота на масле он будет более дырявый такой но более жирный но более дырявый тут вы должны выбирать сами себе приоритеты на более вкусной безусловно потому что мучка максимальный кайф получаем когда едим жирное и сладкое поэтому не умеешь готовить все с сахаром сливочное масло посыпал на хлеб намазал и все раз-два-три-четыре-пять-шесть у меня не считая такой не ем как она безалкогольную так ну что смотрим на нашего парня смотри пухкой все этого можно перекладывать сюда все я свое дело сделал постерегись берегись берегись автомобиля пока у нас есть время видишь они один блин у нас жарится приблизительно 4 минуты блин извините панкейк один панкейк жарится 4 минуты за это время мы можем сделать нашу соленую карамель чтобы сделать соленую карамель нам понадобится соль непосредственно вот она здесь сливочное масло вот она здесь сливки жир досные жир досные сливки это значит тридцатка 33 если есть но сливочки нужно под разогреть чтобы они были горячие чтоб наша карамель потом не кристаллизировался сахар и так далее поэтому буквально на 30 секунд сюда поставим сколько нам нужно карамели вот видишь тут небольшая такая сковорода есть я думаю 4 столовых ложки сюда фигачек так раз у тебя какие-то половинные ложки давай еще расскажешь сейчас ребята напишут в комментариях зажал сахара таких 6 давай вот у твоих 6 так сливочки горячие сахар ставим сюда лопаткой ты не можешь этого делать ты должен делать это силиконовой лопаточкой давай теперь помешивая всю эту историю это тебе другая лопатка который ты сможешь блинами ворочать кто ее съел это сто процентов у кого-то дома есть вот такая лопатка с погрызанными краешками это значит что вы дома часто делаете вафельный торт со сгущенкой когда вы ее банку ножом вскрыли и пытаетесь силиконовой лопаткой вычистить оттуда все этот у вас острые края будут резать вот эту историю соответственно это лопатка часто делают торт сгущеночный я чувствую себя как шарлок холмс сейчас знаешь который есть 2 версия у вас может быть есть дома собака более простая версия пузыриться надо сахарочек у нас уже тает мы сейчас подал должны помочь вот этим последним оплотом сахарных кристаллов растаять но сейчас главное не спалить поэтому температуру можно понизить следующий этап который мы сюда добавляем это сливочное масло прям столовую ложку увесистую так посолить ведь соленая карамель должна быть соленая соленой если ты был аленой это было соленая карамель сливочное масло уже соединилась с сахаром вваливаем сюда наши горячие сливки и теперь это гомогенизируем даем чуть-чуть кипнуть сливки ленивки можно потом под язык 1 класс рассасывать все снимаем она закипела такой пам-пам-пам трекс выбираем пока у нас жарится очередной блин тут уже я вынужден спрашивать олег как как сложилось что ты связал себе с агромолом вообще откуда он взялся можешь рассказать ребятам сто процентов будет интересно потому что часто задаваемый вопрос мы занимались изначально растеневодством и животноводством по сути добычи молока с каждым днем его становилось все больше она была все качественней и вот 2019 году так случилось что приобрели харьковский молочный кабинет и начали выпускать продукцию собственного молока которая дают собственные коровы круто ну и сам еще выращиваем корма круто а теперь мы дошли еще дальше и мы делаем из этого сырья в виде масла и яйца делаем панкейки еду и сами же короче мы сейчас будем это потреблять мы сейчас замкнуть и грудь получается блин а вкусно получилось аж не ожидался вообще на такой редко только получается пока у нас дожаривается последний панкейк вопрос на засыпку мы пользуемся всей этой молочкой где сливки когда чтобы появились сливки наши нужно очень дорогое оборудование которое я надеюсь что появится в 22 но максимум в двадцать третьем году и будут сливки очень крутые вас очень вкусные жердосные будут ну очень-очень будет жердосные отлично все перспективы есть ожидаем сливочек так все смотри это last one и старайся по одним движением чтобы это ник не капельками ну не пишет не движением много и сусе что происходит наши панкейки с карамелью готовы как всегда ешьте и готовьте с удовольствием и конечно здесь компания грамол всех любим всех целуем и машем с олегом вам пока пока